Игорь Михайлович Олегперов. Фандрайзинг в креативных индустриях. Издательство Директ Медиа. Фандрайзинг стал неотъемлемым условием деятельности образовательных, культурных, социальных, научных организаций, которые ищут и привлекают не только различные ресурсы для своего развития, но создают фандрайзинговую инфраструктуру с участием власти и бизнеса, реализующими свои задачи и получающими дивиденды от такого партнерства. Автор делится своим накопленным опытом, опытом менеджеров некоммерческих организаций, которые стали успешными, потому что смогли наладить эффективное взаимодействие с донорами. Пособие предназначено для студентов гуманитарных вузов, решивших посвятить свою жизнь менеджменту в некоммерческих организациях, креативных институциях. Также оно будет полезным для действующих специалистов в сфере культуры, образования, социального обеспечения. Предисловие. Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. Закон Мерфи. Те, кто прослушает это учебное пособие и попытается освоить азы фандрайзинга, наверняка захотят применить полученные знания на практике. Потому что хочется самореализоваться, помочь знакомым и незнакомым в решении нарастающих проблем, как в стране. Так и на своей территории заявить о себе как о неравнодушном, успешном лидере, который помогает не только обществу, но и выстраивает собственную карьерную траекторию или движется по социальному лифту, опираясь на собственные достижения и возможности. В современном российском обществе наблюдаются три тенденции, которые взаимодополняют друг друга и могут дать синергетический эффект в решении социальных проблем и вызовов общества. Увеличивается число проблем, которые необходимо решать, и возможностей, которые можно реализовать не только государству, но и обществу. Создаются возможности для раскрытия социальной активности самореализации неравнодушных креативных граждан, которые помогают решать эти проблемы и развивать профессиональные качества граждан, воспроизводить культурные институты и традиции, часто вопреки государству. Появляется все больше разнообразных источников финансирования гражданской активности, от государства до частных фондов и меценатов, каждый из которых при этом реализует свои интересы. Радует, что бизнес активней включается в фандрайзинговый процесс, несмотря на экономические, эпидемиологические, политические и другие барьеры. Потому что стратегически мыслящие бизнесмены начали, вслед за западными коллегами, признавать и оценивать не только имиджевый, но и экономический выигрыш от участия в фандрайзинге. Фандрайзинг является частью социального предпринимательства, которое активно в России стало развиваться значительно позже развитых стран мира. Но для дальнейшего развития недостаточно правовая база, дающая преференции как некоммерческому сектору, так и бизнес-среде. Тем не менее, данный процесс идет, и 2021 год может стать драйвером в связи с объявлением ООН годом фандрайзинга. Что является, с одной стороны, признанием заслуг фандрайзинговых партнеров, а с другой – локомотивом дальнейшего развития. Как и любой относительно новый процесс, фандрайзинг нуждается не только в финансовых, но и в человеческих ресурсах – от управленцев до волонтеров. Успешная деятельность некоммерческих организаций и физических лиц, занимающихся инициированием и реализацией социально-культурных проектов. Определяется не только желанием доноров участвовать в финансировании и партнерстве для решения важных проблем общества, но и коммуникационными навыками, опытом, способностями, человеческими качествами менеджеров некоммерческих организаций. Активизация гражданского общества, желание решать общественные проблемы и вносить вклад в развитие территорий, институтов, людей требует повышения профессионализма в привлечении различных ресурсов. Специальных профилей в высших учебных заведениях России, готовящих специалистов по фандрайзингу, сегодня нет. Есть учебные дисциплины, развивающие это управленческое направление, основы фандрайзинга, бизнес-коммуникации, маркетинг территорий и прочее. Так и курсы повышения квалификации, тренинги для менеджеров некоммерческих организаций в сферах искусства, культуры, образования, благотворительности. В то же время вызовы времени требуют более широкой и глубокой подготовки специалистов по фандрайзингу, тем более, что данная деятельность – это не просто комплекс управленческих, коммуникационных знаний и навыков, но и человеческих качеств, к которым прежде всего относятся стрессоустойчивость, коммуникабельность, толерантность, целеустремленность, позитивность, ответственность, гуманность, эмпатия. В данном учебном пособии освоение фандрайзинговых знаний и навыков основано на сочетании фундаментальных теоретических, прикладных знаний, анализе успешных и не очень кейсов, тренингах, мастер-классах. Выполнение практических заданий, от составления заявки на грант до опробирования небольших управленческих и коммуникационных инструментов, помогающих продвигать свои идеи, проекты, опыт. Весь материал условно разделен на три раздела, в первом из которых вы узнаете, как и почему возник фандрайзинг, почему без него невозможно развитие креативных индустрий. Каковы условия и возможности для успешного развития фандрайзинговых процессов, какими методами он осуществляется. Во второй главе раскрыты основные формы и ресурсы фандрайзинговой деятельности. Особенности функционирования некоммерческих организаций как источника и организатора креативных индустрий, предназначение и роль эндаумент-фондов. Возможности, условия, проблемы работы волонтеров в проектах, правила подачи заявки на грант, а также условия, которые могут гарантировать его получение. В третьей главе основное внимание уделено партнерству со спонсорами, так как это огромный резерв в фандрайзинге, и не только потому, что в этом нуждаются авторы проектов. Но участие в качестве спонсоров дает бизнес-структурам огромное преимущество в позиционировании своих компаний и продуктов на конкурентном рынке. Также участие в спонсорстве дает возможность бизнес-структурам по-новому использовать маркетинговые и пиар-инструменты. Особая благодарность Евгении Мальцевой основателю-директору компании Sponsor Consulting, которая является одним из самых профессиональных экспертов в России в области партнерства и спонсорства событий, и которая вдохновила меня на своих оффлайн и онлайн-семинарах на написание данного пособия. Весь текст будут сопровождать законы Мёрфи, шутливые философские принципы, названные в честь капитана ВВС США Эдварда Мёрфи. В 1949 году капитан обнаружил критическую техническую ошибку в самолете, по поводу которой бросил фразу «Если что-то можно сделать неправильно, этот человек так и сделает». С годами по такому же принципу начали собираться перлы других авиаспециалистов, а потом и других специалистов, не имеющих никакого отношения к авиации. Иногда это фразы известных личностей, но все их объединяет одно – они прекрасно объясняют причины, по которым в вашей жизни или делах что-то идет не так. Также и в фандрайзинге ошибок и неудач на этом благородном пути будет немало, тем более что работать предстоит в команде. Но надо их переживать с иронией и улыбкой, и тогда эти фразы окажут вам моральную поддержку, а может и предостерегут от неудач. Успехов в изучении важного и полезного не только для профессионалов курса и запоминающихся эффективных проектов, поддержанных бизнесом и властями. Раздел 1. Введение в фандрайзинговую деятельность. Почему сегодня это условие успешной деятельности креативных организаций? Фандрайзинг – как современный инструмент социального предпринимательства. Если это глупо, но работает, значит это не глупо. Закон Мерфи. Развитие общественного воспроизводства связано с эволюцией не только общественно-экономических систем, но и видов предпринимательской деятельности, которая особо активизировалась при рыночной экономике. На сегодняшний день известны пять видов предпринимательства, последовательно дополняемых одно другим. 1. Производственное предпринимательство направлено на создание материальных и нематериальных благ, в том числе услуг, продуктов деятельности которого все больше, они разнообразнее и сложнее. Сюда же относятся услуги организации культуры, производство которых направлено на расширенное воспроизводство рабочей силы и удовлетворение духовных потребностей граждан. 2. Коммерческое предпринимательство или торгово-посредническая деятельность, они не включают производственный процесс создания новых благ, но их субъекты занимаются логистикой, перемещая грузы от производителей к потребителям. К этому виду предпринимательство относится оптовая и розничная торговля, дилерская деятельность. 3. Финансовое предпринимательство – это обмен финансовыми активами, главная цель которого преумножить имеющийся капитал – страховой, фондовый, кредитный, банковский. 4. Консультативное предпринимательство, его появление связано с усложнением управленческой предпринимательской деятельности, которая требует новых финансовых, правовых, коммуникационных знаний и умений, что выделило в отдельную сферу – на аутсорсинг, консалтинговый бизнес. 5. Социальное предпринимательство, инновационная деятельность, направленная на решение социально-культурных проблем общества на основе окупаемости и тиражируемости. Возникновение этой деятельности, которая относится к третьему сектору экономики, связано с развитием гражданского общества, некоммерческого партнерства, необходимостью и встречным желанием бизнеса участвовать в некоммерческой деятельности. Критерии социального предпринимательства. Социальная миссия. Предпринимательский подход. Инновационность, новаторство в решении социальной проблемы, новая комбинация ресурсов, новая услуга для региона. Тиражируемость. Самоокупаемость и финансовая устойчивость. Примерами социального предпринимательства являются социокультурное развитие территорий и местного сообщества, создание благотворительных организаций для различных социальных сегментов общества. Оказание услуг для людей с ограниченными возможностями, разработка и реализация культурных проектов, поддержка соответствующих институций. К основным инструментам фондрайзинговой деятельности относятся краудфандинг, краудсорсинг, фондрайзинг. Краудфандинг – способ привлечения финансовых средств от разных людей, как правило, через интернет для реализации какого-либо социально-культурного проекта. Обычно таким способом собираются финансовые ресурсы для реализации независимых культурных проектов, издания книг, песенного альбома, создания фильма, которые не получают государственного или корпоративного финансирования. Краудсорсинг – добровольный сбор ресурсов, денежных, материальных, интеллектуальных и прочее, для развития некоммерческих организаций, решения каких-либо социальных проблем, реализации проектов. Фондрайзинг – процесс сбора средств для реализации социально значимых проектов или поддержания существования некоммерческой организации. Первые эпизоды фондрайзинговой деятельности были отмечены в конце XIX века в США для привлечения денег в третий сектор. Когда возникает гражданское общество и возможности, и потребности для помощи социально незащищенным слоям населения. Такая деятельность подразумевает развитие партнерских горизонтальных отношений, сообществ, возрастание коммуникаций между разными субъектами, бизнесом, государством, местными органами власти, некоммерческими организациями, в которых каждый достигает свои цели. Фондрайзер – это человек, помогающий другим людям помогать. В развитых странах фондрайзинг давно и активно используется обычно для сбора средств на следующей цели. Финансирование перспективных стартапов и проектов. Финансирование научных разработок и технических проектов. Содержание любительских команд и поддержку спортивных мероприятий. Спонсирование кандидатов, штабов, партий в политической деятельности, в том числе на выборах. Благотворительные нужды. Материальную поддержку культурных проектов, продуктов культурных институций и самих некоммерческих организаций. В СССР непосредственно фондрайзинга не было, и это связано с несколькими причинами. Учреждения культуры финансировались из консолидированного бюджета и на источники финансирования не допускались. В отсутствие рыночной экономики, в условиях монополизации, постоянного дефицита многих товаров и услуг, предприятиям не было необходимости заниматься рекламным продвижением своих продуктов. Монополизирована была не только экономика, но и общественно-политическая жизнь в рамках КПСС и ВЛКСМ, поэтому развитие гражданского общества, инициирование некоммерческих проектов снизу не приветствовалось. Активизация общественной жизни в России началась во время перестройки с конца 80-х годов прошлого века. А формирование рыночной экономики в 90-е годы и разрешение многообразных форм собственности создали условия для развития гражданского общества и возможных источников финансирования. Однако полноценная фондрайзинговая деятельность в стране началась в начале десятых годов 21 века, когда были изучены зарубежные технологии работы с донорами, накопились проблемы в социально-культурной сфере, которые государство не смогло или не захотело решать, активизировались гражданские активисты, инициировалось желание самореализоваться и создать интересные проекты для различных сегментов общества. Помимо аккумулирования ресурсов, фондрайзинг дает некоммерческим организациям широкий спектр дополнительных преимуществ. Позволяет диверсифицировать источники финансирования и снизить зависимость от каждого из них, устойчивость. Позволяет обратить внимание общества на проблему, для решения которой собираются средства, просветительская деятельность. Дает НКО возможность открыто заявить о себе, проинформировать о своих целях, пиар и продвижении. Способствует росту числа новых доноров, партнеров, волонтеров, сторонники. Залог успешного фондрайзинга – это правильный человек, который правильно просит правильную сумму для правильного проекта в правильное время, в правильном месте. Разнообразная фондрайзинговая деятельность сводится к двум видам. 1. Стратегический фондрайзинг – проектный. Его целью является поиск и привлечение средств от различных доноров под реализацию проектов. 2. Оперативный – текущий. В данном случае финансовые ресурсы направлены на покрытие текущих расходов деятельности НКО – зарплаты, связь, коммунальные расходы, аренда помещений. Для понимания целей, средств, возможностей, фондрайзинговой деятельности необходимо освоить основную терминологию. Благотворительность – добровольное и бескорыстное пожертвование физических и юридических лиц в форме предоставления получателям минимальной финансовой, организационной и иной благотворительной помощи. Бенефицар – физическое лицо НКО – территория, которые получают благотворительную помощь. Грантодатель – частное лицо или организация, рассматривающие заявки на грант и предоставляющие гранты на конкурсной основе. Грант, дар, дотация – средства, безвозмездно передаваемые дарителям, фондам, корпорациям, правительственным учреждениям или частным лицом на конкурсной основе некоммерческой организации или частному лицу для выполнения конкретной работы. Заявка – письменное обращение с просьбой о выделении гранта. Для коммерческого проекта аналогом будет его бизнес-план. Заявители – частные лица или организации, подающие заявки на грант. Донор – юридическое или физическое лицо, оказывающее материальную, финансовую, организационную и иную благотворительную помощь некоммерческим организациям или частным лицам на добровольно-бескорыстной основе и конкурсной основе. Донат – от английского «жертвовать» – дарить. Добровольное пожертвование от пользователя пользователя через интернет-ресурсы на благотворительность, благодарность автору, на развитие канала. Меценат – форма благотворительности, физическое лицо, оказывающее материальную, финансовую, организационную и иную благотворительную помощь на бескорыстной добровольной основе. Спонсор – форма партнерства, юридическое или физическое лицо, оказывающее на добровольной и бесприбыльной основе материальную поддержку благотворительной деятельности в целях популяризации исключительно своего имени, торговой марки, бренда и продвижения своих товаров и услуг. Проект – это совокупность процессов, посредством воздействия на которые решается задача в достижении цели при заданных ограниченных ресурсах. Неприбыльный, некоммерческий проект – комплекс запланированных мероприятий, объединенных общими задачами, целью которого является достижение социально значимого эффекта, а не получение прибыли. Некоммерческая, неприбыльная организация, НКО, НПО – организация, не имеющая извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и ведущая свою деятельность, как правило, в социально-культурной сфере. Рецепиент – организация или физическое лицо, получающее что-либо от другого субъекта или объекта – донора. Фандрайзинговая деятельность является следствием и условием развития креативной экономики, возникновение которой является фактором постиндустриальной экономики и развития гражданского общества. Это нужно запомнить. Ответьте на следующие вопросы. 1. Когда и почему возникла фандрайзинговая деятельность? 2. Чем отличаются краудфандинг, краудсорсинг и фандрайзинг? 3. В каких сферах чаще всего применяется фандрайзинг? 4. В чем отличие меценатства и спонсорства как форм-донорства? Развитие креативных индустрий как объекта фандрайзинга. 5. Секрет успеха – выскренности. Как только вы сможете ее изобразить, считайте, что дело в шляпе. 6. Закон Мерфи Современное развитие мировой системы характеризуется новым этапом, свидетельствующим о переходе экономик развитых стран к постиндустриальному типу, основанному на доминировании знаний. 7. Сферы услуг, интеллектуального труда, достижений наук и культуры, инноваций, глобальных информационных систем и новейших технологий сервисного бизнеса. В настоящее время к этой стадии креативного развития значительно продвинулись страны Европейского Союза и Китай. На этой стадии находятся Япония, США и Южная Корея. Основополагающими работами в данной сфере считаются труды Хокинса, члена Консультационного совета по креативной экономике ООН, ученых Лендри и Флорида-Флорида. Они рассматривают креативность как главный фактор создания современного уклада жизни и необходимый атрибут эффективного развития новой экономики. Главное отличие подходов к определению сущности креативной экономики между Хокинсом и Лендри с Флорида-Флорида следующее. Если первый характеризует креативную деятельность как деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант, и которая несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности, то вторые в качестве признака для определения места креативной экономики в системе воспроизводства прибегают к роду деятельности, профессии, а не отрасли. Трудовой подход Флорида основывается на определении креативного класса, который состоит из двух подклассов. Суперкреативного ядра, профессии в области программирования и математики, архитектуры и инженерного дела, естественных и социальных наук, образования, воспитания и библиотечного дела, искусства, дизайна, развлечений. Спорта, СМИ и креативных профессионалов, управленческие профессии, профессии в области бизнеса, финансов, права, профессии в области здравоохранения, руководящие профессии, связанные с продажами и управлением продажами. Поэтому одним из основных признаков креативной экономики является высокая доля людей, занятых в определенных, требующих творческих способностей, управленческих компетенций и знаний в сфере инновационного развития, в сферах общественного производства. Если обобщить все подходы к определению креативной экономики и рассматривать ее системно в широком смысле, то она выступает как? Постиндустриальная экономика, поскольку увеличивается и начинает доминировать доли сферы услуг, а не сферы производства. Информационная экономика, так как информация, знания, наука, играют в ней ведущую роль как фактор производства и преобладает роль творческого труда. Инновационная экономика, поскольку знания предоставляют возможность порождать непрерывный поток нововведений, соответствующий требованиям динамично меняющихся потребностей, а зачастую и формирующий их. Глобальная сетевая экономика, поскольку в креативной экономике взаимодействие между носителями идеи опосредуется широкими сетевыми связями в мировом масштабе, возникновение сети интернет как новой инфраструктуры экономики. Экономика знаний, поскольку в ней растет значение человеческого капитала и инвестиции в образование и подготовку кадров. Таким образом, основное отличие креативной экономики от традиционного экономического уклада заключается в том, что главный инструмент в ней – это знания, ресурс, информация, а продукт – инновация. О важности и перспективности креативной экономики есть еще термин «оранжевая экономика», говорит тот факт, что 2021 год Организации Объединенных Наций провозглашен Международным Годом Креативной Экономики в целях устойчивого общественного развития. Основным противоречием, лежащим в основе перехода от индустриального к постиндустриальному обществу, является разногласие между творческими ограничениями промышленной, стандартной, организационной эпохи и объективной потребностью общества в активизации и поощрении творческих способностей человека. Это противоречие проявляется между высоким креативным потенциалом и бюрократической, зарегламентированной системой индустриального общества между креативностью и жестким контролем. Необходимо также различать такие понятия, как креативный кластер, креативная индустрия и креативная экономика. Креативный кластер – общность людей, обладающих творческим потенциалом и возможностью генерировать инновационные идеи и продукты. Предприятия, входящие в кластер, взаимодополняют друг друга, что приводит к увеличению эффекта за счет синергии. Понятие креативной индустрии появилось около 30 лет назад. Оно объединяет творческую и коммерческую составляющие современной экономической системы. Креативные индустрии относятся к четвертому сектору экономики, основывающемуся на генерации и распространении знаний и информации, а также экономически успешных продуктов, имеющих некую культурную ценность. Творческие индустрии – это та деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант, и который может создавать добавленную стоимость и рабочие места путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности. Основная задача творческой индустрии – создать и реализовать творческий продукт, то есть то, чем занимаются организации культуры, музеи, театры, галереи, выставочные центры. Креативные индустрии производят товары и услуги, включая идеи, которые затем становятся ресурсами для инновационного процесса и других отраслей экономики, как в научном, так и в технологическом смысле. Креативные индустрии позволяют 1. Генерировать прибыль 2. Создавать новые рабочие места, новые индустрии 3. Способствовать росту выпуска традиционных видов продукции, модернизировать промышленные процессы, содействовать реструктуризации производства 4. Создавать новые рынки и мягкие инфраструктуры для культурного туризма 5. Улучшать промышленную инфраструктуру и инвестиционное окружение 6. Способствовать возрождению пришедших в упадок городских районов 7. Усиливать конкуренцию и давать толчок инновационному развитию 8. Обеспечивать рост торговли 9. Увеличивать производительность труда и количество высококвалифицированных человеческих ресурсов 9. Креативная экономика – экономика, в которой люди, зарабатывающие на идеях, работают во всех секторах экономики. Она базируется на следующих ключевых принципах, не отрицая основных позиций рыночной экономики. 10. Инновационный характер развития экономики 11. Появление новых методов и способов управления человеческим капиталом 12. Новый порядок взаимодействия участников рыночного обмена 13. Потребитель идеи участвует в ее создании 14. Острая необходимость генерации новых знаний, идей 15. Доминирование интеллектуальной, нематериальной, экономической продукции 16. Основным активом на предприятиях любых форм собственности являются интеллектуально-креативные ресурсы, 16. Рациональное управление которыми обеспечивает эффективное использование материальных и финансовых ресурсов фирм и организаций. 17. Получение прибыли обеспечивается через потребительную стоимость, полезность экономических продуктов, в которых основную стоимость имеет их интеллектуальная, а не материальная составляющая. 18. Главенство человека, его умственно-творческих способностей при разработке систем управления как источника интеллектуально-креативных ресурсов. 18. При производстве любых экономических продуктов обеспечивается свободный, эффективный и целенаправленный обмен творческой энергии между всеми участниками рынка. 19. Сетевой и глобальный характер знаний. 20. Многие экономисты считают, что даже автомобилестроение и легкую промышленность можно отнести к креативной индустрии, связав это с необходимостью творческого подхода к разработке и продвижению их продукции, что объединяет данные отрасли промышленности с деятельностью организаций социокультурной сферы. 21. В разных странах в состав креативных индустрий включают разные сферы деятельности. 22. Многие исследователи считают ошибочным включать в креативные индустрии IT, программное обеспечение, компьютерные игры и спорт. 23. Но мы будем придерживаться расширенной трактовки креативных индустрий, включающей следующие сферы деятельности. 24. Реклама, архитектура, искусство и антиквариат, ремесло, дизайн, мода, кино, видео, театр, иные представления. 25. Литература, музыка, издательская деятельность, ТВ и радио, видео и компьютерные игры, 26. Софтвер, визуальное искусство, музеи и библиотеки, спорт. 27. Зарождающаяся креативная экономика становится основным компонентом экономического роста, занятости, торговли, инноваций и социальной сплоченности в наиболее развитых странах. 28. Интеграция современных творческих и экспериментальных подходов и предпринимательства создает инновационные идеи в области бизнеса. 28. А способность творческих индустрий разрабатывать стиль и дизайн в сочетании с маркетинговыми навыками способствует преобразованию более крупных производств, позволяя им выдерживать усиливающуюся конкуренцию. 29. Раньше предприниматель мог обладать пятью факторами производства – труд, земля, капитал, предпринимательские способности и информация, но в условиях новой креативной экономики добавляется еще один фактор – идея. 30. Парадоксально то, что не обладая первыми четырьмя факторами – труд, земля, капитал, предпринимательские способности – только на последних двух можно начать бизнес, обладая информацией о потребности и идеей, как ее решить. 31. Креативная экономика характеризуется с точки зрения креативного системного подхода, в основе которого лежат проектное мышление, креативное воображение, практическая направленность. 31. Основной драйвер креативной экономики – свободная конкуренция. 32. В креативной экономике происходит замещение физического капитала на человеческий капитал в качестве основного фактора развития и доли в национальном богатстве – в передовых странах 70-80%. 33. Государство играет центральную роль в креативном обществе. 34. Ключевыми функциями государства в креативном обществе является защита свободы, личности и собственности, активная поддержка предпринимательства, формирование институциональной среды, способствующей генерации инноваций. 34. Для поддержки креативных индустрий развитые государства используют несколько каналов финансирования сферы культуры и искусства в форме прямого финансирования при помощи системы межбюджетных общих и целевых трансфертов субнациональным бюджетом. 35. На основе совместного участия в финансировании органов власти разного уровня через независимые посреднические структуры с использованием механизмов партнерства на основе смешанного государственно-частного финансирования. 36. За счет использования схем освобождения, сокращения от налогов компаний, инвестирующих в деятельность организации культуры. 37. Во многих странах широкое распространение получили гранты, содержащие условия встречного финансирования. 38. В Европе этот механизм впервые начал применяться в Великобритании, а затем и в странах континентальной Европы. 39. Задачей подобных грантов является не только улучшение финансового положения организации культуры, но и содействие их адаптации к рыночной среде. 40. Они мотивируют организации культуры внедрять корпоративные методы управления, привлекать негосударственные финансовые источники, а также стимулируют повышение уровня самообеспечения за счет развития коммерческой деятельности. 41. Государственное финансирование социально-культурных проектов дополняется финансированием из частных источников, среди которых наиболее распространены меценатства. 42. Спонсорство, поддержка из частных благотворительных фондов. В России это фонд Прохорова, фонд Виксельберга, фонд Потанина и другие. 43. Стартап на финансирование таких проектов часто сложно получить из-за туманных перспектив на рынке креативной продукции. 44. Прогноз спроса на креативные блага труден, поэтому инвесторы рассматривают такие проекты как высокорисковые. 44. В сфере политики появилось несколько моделей креативной экономики. 45. Первой и самой заметной стала та, которая может рассматриваться как облегченный вариант индустриальной политики Великобритании и Австралии в разных вариантах, применяющейся в большинстве стран на севере и частично на юге Европы. 46. Если креативная экономика связана с творческими инновациями, поднимающимися снизу вверх и возникающими в сети предпринимателей и малого и среднего бизнеса, то лучшим с точки зрения политики подходом будет просто не мешать им. 47. По факту это может означать больше упор на обучение, поддержку предпринимательства, рабочих мест и создание, как правило, ориентированных на искусство, учреждений и культуры. 48. Второй можно назвать восточно-азиатскую модель, когда правительство применяет успешную государственную стратегию роста в творческом секторе, делая серьезные инвестиции в избранной отечественной компании, которым поручено учиться у игроков с репутацией и которым обещан защищенный доступ на новые отечественные рынки, ими же и создаваемые. 49. Уровни инвестиций в этой модели несравнимо выше, чем в первой. 50. Третьей и наименее заметной стала модель, существующей в США и в какой-то степени в Японии и даже в Индии. 51. Давно сформировавшиеся индустрии с доступом на крупные рынки, в случае США на глобальные рынки, полагаются на укрепление законодательной базы в области авторского права и мощности зафиксированных сетей распространения, которые отрабатывают за них политическую сторону вопроса. 51. Четвертую модель представляет ряд небольших инициатив, направленных на развитие базовых навыков среди местных производителей культурных объектов, собирающих из элементов базовую инфраструктуру и рынки, которые позволяют народным промыслам, коллективной и кустарной деятельности выйти на самообеспечение и приносить доход. 52. Наконец, зачастую параллельно с этими моделями, иногда инициируя их, существует широкое поле территориально обусловленных стратегий развития, в которых инфраструктура культуры и творчества используются для более сильного репозиционирования территорий, кварталов, городов, регионов, на развивающихся рынках творческой индустрии и или туризма. 53. Таким образом, развитие креативных индустрий связано как с формированием постиндустриальной экономики, так и с развитием гражданского общества, реализацией творческих способностей граждан, репозиционированием территорий, культурных институций. 54. Такое развитие креативных индустрий должно сопровождаться поддержкой различными ресурсами, которые можно получить, успешно применяя возможности фандрайзинга. Это нужно запомнить. Ответьте на следующие вопросы. 1. Каковы особенности креативной экономики? Какие отрасли в нее входят? 2. В чем главные противоречия креативной экономики? 3. Что такое креативный кластер? 4. Какими качествами должны обладать работающие в креативной экономике? 5. Какова роль государства в развитии креативной экономики? 6. В чем различие между разными моделями креативной экономики, восточно-азиатской, американской, облегченной? Полное аудиоиздание, а также электронная и печатная версия книги по ссылкам в описании. Озвучено с помощью iBooks.ru 3. Какие существуют?